Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, Урал-21 преследует аномарку темного цвета, без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС, меня зовут Анастасия Бойко, сегодня в выпуске. Шел по трассе и погиб, смертельное ДТП в Искитимском районе. Шоферы требуют психиатра. Как получить водительскую справку? Проверка кончилась. Что дальше? Водителей под градусом стало больше. Начинаем программу со сводки дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории Новосибирской области за минувшие сутки. Не уступил дорогу другим, погиб сам. 20-летний мотоциклист ехал на своем байке по Колыванскому району Новосибирской области. На перекрестке решил не тормозить и проигнорировал автомобили, которые ехали по главной. В результате врезался в Тойоту Калдину. Удар оказался настолько сильным, что парень получил многочисленные травмы и скончался спустя несколько часов в больнице. Тойота Плац притормозила на цветофоре на улице Петухова. Другой участник аварии, по словам очевидцев, остановиться не успел. Так УАЗик, который ехал во встречном направлении и врезался в иномарку. А затем после удара его отбросило с дороги, где машина врезалась в столб. К счастью, обошлось без серьезных травм. Водители-пассажирка УАЗика были осмотрены врачами, но госпитализация им не потребовалась. Мотоциклист на хоне ехал со стороны Омска в Новосибирск. Водитель решил обогнать попутку, но при этом потерял управление. Байк заехал на обочину, но и тут тормоз не сработал. Владелец мотоцикла вместе со своим железным конем вылетели в кювет. Парень госпитализирован. Еще один байкер пострадал в аварии в Новосибирске. Иномарка заезжала во двор жилого дома. Байкер двигался перпендикулярно. Но, говорят очевидцы, мотоцикл не успел затормозить. Благо, скорость была небольшой. Владелец Кавасаки получил растяжение связок шейного отдела позвоночника. Хозяин Ниссана не пострадал. 75-летняя бабушка решила скоротать путь и перейти проезжую часть на улице в неположенном месте. Напротив автобусной остановки на Доватора женщина попала под колеса Хонды, которую управляла молодая девушка. Пенсионерку госпитализировали с отрясением головного мозга и травмой живота. Ночное ДТП со смертельным исходом. Мужчина шел по Чуйскому тракту и решил перейти дорогу возле перекрестка. В этот момент его сбила Тойота. Травмы оказались несовместимы с жизнью. УАЗ и ВАЗ не смогли разменуться на улице Немировича Данченко. Водитель спецмашин говорит, ехал на вызов со включенной сигнализацией и маячками. Кто и кому не уступил дорогу, доподлинно неизвестно. Водители пассажир шестерки получили травмы различной степени чажести. Автокод с благородным умыслом. Теперь у автолюбителей есть способ узнать настоящий пробег подержанного автомобиля. На специальном интернет-портале теперь опубликована информация о пробеге машин, уже бывших в употреблении. Не секрет, что в первую очередь покупатель таких смотрит на состояние авто, год выпуска и цифры на приборной панели. Их достоверность – залог дальнейшей работы машины. Именно по пробегу можно оценить износ деталей двигателя и сделать вывод об истинном состоянии транспортного средства. Сейчас в базе почти 100 тысяч транспортных средств. Данные о пробеге с крученным и реальным сервис получает от госавтоинспекции, полиции и от страховых компаний. Проверить можно почти всю историю авто. Количество прошлых владельцев, число ДТП, информацию о наложенных ограничениях и так далее. На данный момент эта информация доступна для нескольких миллионов машин. Как пояснили в Департаменте информационных технологий, одна из целей портала – сделать вторичный рынок максимально прозрачным. Поэтому, как продажа поддержанных авто, нередко заканчивается печальными последствиями для покупателей. В редакцию ОТС обратились несколько человек, которые столкнулись с проблемой получения медицинских справок. Несмотря на то, что в областном Минздраве стараются максимально облегчить процедуру медосмотра для будущих водителей или владельцев оружия, руководители некоторых медицинских учреждений не торопятся внедрять принцип одного окна. Почему так происходит, выяснял мой коллега Александр Куршев. Здесь, в областном наркологическом диспансере, неспокойно уже несколько месяцев. С самого утра люди вынуждены отстаивать огромные очереди, чтобы получить заветную медсправку. Принцип одного окна не работает. Я думаю, это никого не устраивает, потому что я пошла к специалистам совершенно в другом центре, потом мне нужно было прийти сюда, потом на Владимирскую, потом опять в тот центр. То есть мне приходится машину перейти по всему городу гонять. Достаточно неудобно, тем более я не за рулем, я даже не знаю, как городской транспорт туда ходит. Раньше было удобнее, раньше нужно было прийти и все в автошколе сделать. И желательно, чтобы этот процесс оптимизировать. Все эти люди заплатили деньги и немаленькие, почти 2000 рублей, за услуги, качество которых оставляет желать лучшего. К примеру, психиатры, которые проводят осмотр водителей, в этом здании прием больше не ведут. Кабинеты закрыты, причины не указаны. Спрашиваем у заведующей клиники, что случилось. А психиатры у нас снимали помещение, но сейчас съехали по техническим причинам. А давно съехали вообще? Ну вот, пожалуйста, есть у меня здесь. У меня главный врач, пожалуйста. По техническим причинам прием специалистами, психиатрами, отделению платных услуг осуществляться не будет. Вообще, вы как заведующий почувствовали, это стало хуже для представления услуг или нет? Ну, конечно, люди волнуются, но было удобнее, когда здесь все было. Мы для этого, в общем-то, здесь и создавали это все. Ответы на вопросы, почему были закрыты кабинеты психиатров, журналисты ОТС искали уже у представителей психиатрического отделения платных услуг по адресу Владимировская, дом 2. Здесь даже у здоровых людей не выдерживали нервы. С 10 часов сидим здесь, чтобы что-то пройти. Там в трех окошечках постояли, платишь в другом месте, тут вот зашли два врача, вот сидят, не можем попасть. Вопрос с очередями для прохождения шоферской медкомиссии пообещали закрыть в течение одного месяца. Мы будем продолжать следить за развитием истории. Новый итог старой недели. В управлении госавтоинспекции озвучили статистику по количеству и обстоятельствам, зарегистрированных накануне дорожных инцидентов. Подробнее о печальных цифрах расскажет наш эксперт. Произошло у нас 58 дорожных транс-происшествий, в которых 8 человек погибло и 59 пострадали. К сожалению, было допущено 4 ДТП в нетрезвом состоянии. Если брать сравнение с прошлой неделей, то в прошлой неделе мы не зарегистрировали ДТП в нетрезвом состоянии, когда мы проводили рейд и так далее. А за прошедшую неделю, к сожалению, 4 ДТП в нетрезвом состоянии. 8 ДТП связаны с наездами на пешеходов в зоне пешеходных переходов. И, к сожалению, остается у нас актуальным это 3 ДТП с участием детей. За неделю выявили 335 водителей в нетрезвом состоянии. Из них 54 – это повторно водители, уже лишенные права управления. И повторно в нетрезвом состоянии 54 человека было задержано. По 264 статье доставлено в райотдел. Новый близкий личный друг. Возможно, российские водители получат защитника своих прав в правительстве. Предложение о введении новой должности появилось неспроста. По мнению парламентария, постановление о нарушениях выносится зачастую неправомерно. И наличие омбудсмена должно исправить это недоразумение. И если закон примут, то уже с 1 июля 2017 года новый уполномоченный по правам автолюбителей будет отстаивать права водителей и следить за соблюдением этих прав органами власти. Стать таким другом правительственного масштаба может не каждый. Депутаты любых уровней и люди моложе 30 лет на эту должность назначены быть не могут. Кандидата будет выбирать президент с учетом мнения других организаций, которые также занимаются защитой прав водителей. Такой человек будет избран сроком на 5 лет. Столичная весть. В Москве заработал уникальный способ оплаты парковки. Теперь платить за сохранность можно голосом. Никаких смс и интернет-мошенничества. Набираешь нужный номер, выбираешь раздел в голосовом меню и диктуешь автоответчику номер парковочной зоны. Затем указываешь желаемую продолжительность стоянки и номер своего автомобиля. Умная система распознает слова, повторит их и запросит подтверждения. По данным экспертов, это первый в мире сервис подобной оплаты парковки. Если так случится, что на парковочном счете не будет средств, деньги будут быть списаны со счета мобильного телефона. Пока инновационный способ оплаты будет работать только в столице. Пилотный проект продлится до конца года. Если такая система себя зарекомендует, не исключено, что и в Новосибирске появится новая интерактивная услуга. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. Либо же оставляйте их в нашей группе ВКонтакте. С вами была Анастасия Бойко. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова